Балонская система у нас, к сожалению, полетела к чертям собачьих. Ну, возможно. Не возможно, а точно, потому что... Рассказывайте, да. Да, я могу точно рассказать, что вообще, как она должна была выглядеть, балонская система. То есть, словом говоря, балонская система нормального человека, это когда ты приходишь в ВУЗ и начинаешь отчасти выбирать те курсы, которые тебе нужны. Прекрасно, да. Да, это как бы прекрасно, идеально. То есть, у меня к этому вопросу нет. Что у нас сделали, и по большей части это во всех ВУЗах такую сделали систему. Потому что, ну, кто хочет, захочет новые программы переписывать, кто захочет новые какие-то вот эти вот стандарты вводить и так далее. То есть, они сделали две дублирующие друг друга программы, по большому счету. Это как раз бакалавров и магистров. То есть, и система бакалавров, она дублирует то, что, в принципе, делают магистры. Ну, просто у магистров это чуть-чуть высоковысокращение. И вот спрашивается, ну, КУА, это сделано. То есть, и как бы это не про выбор вот этих вот курсов, а, условно говоря, времени для того, чтобы освоиться. Вот в студенческом пространстве у тебя вообще не остается. То есть, условно говоря, я сейчас для себя понимаю, что пять лет на философском университете, возможно, это даже мало. То есть, да, у меня еще была потом аспирантура, но это чисто уже, скажем так, на любителя. Дальше получилась вот эта вот история. То есть, фактически у студента, уже, если мы говорим про студента, у него есть фактически три с чем-то, ну, три, получается, с чем-то года. То есть, три и пять года для того, чтобы все выучить, закрыть вообще все долги, сдать все госэкзамены и сдать дипломную работу. То есть, здесь уже, условно говоря, концентрация времени уже другая. Ты хочешь, не хочешь, ты становишься специалистом хуже, потому что у тебя нет времени отрефлексировать. А проблема заключается в том, что, когда приходят у нас на вторую какую-то ступень, люди с абсолютно другим образованием и с другим бэкграундом, и результаты получаются плачевны. Кстати, то же самое, когда я видел, допустим, например, ты хвалил молодых преподавателей, однако я знаю молодых преподавателей, которые оканчивали консерваторию, потом приходили, получали кандидаты философских наук в нулевые года, когда это, ну, скажем так, было еще попроще немножко. Вот, получали кандидаты наук в это время, кандидаты философских наук. И теперь думают, что они имеют право преподавать философию и так далее. Хотя я просто видел, какие студенты от них выходят. То есть, люди, которые не разбираются в философии от слова совсем. То есть, я почему-то, ну, не иду в консерваторию играть и пиликать на скрипке. То есть, почему они решили, что имеют на это право. И вот эта вот система, условно говоря, балонская система, она даже так, не плоха балонская система, а плоха ее реализация, к сожалению, в России. Я сейчас охренел, потому что после 24 февраля нас тут сказали, что давайте мы сейчас избавимся от балонской системы, мы сейчас полностью избавимся от балонской системы, и будем сделать так, чтобы студенты могли сами выбирать курсы. Ребята, ребята, это и есть как бы балонская система. Вы как бы, да, то есть, там было, я не помню, заседание какого-то вуза было, но оно вот пролилось, скажем так, кадры оттуда пролились на это все мероприятие, вот, в сеть. Вот, и я вот это вот смотрел чудесное заседание, и это прям было потрясающе. Вот, то есть, как бы, ребят, ну, как бы это и должно было быть, это то, что вы должны были сделать. Вот, и, к сожалению, появилась вот эта вот вся, действительно, ну, для меня это такая очень, скажем так, страшная химера. И, причем, ладно, как бы, вот в нашем с тобой случае, в принципе, мы, конечно, знаем силу философов, но, в принципе, да, если пользоваться умеренно, то никто не умрет. А мы сейчас еще говорим про, например, допустим, это специальности врачи, которые также сокращаются. То есть, вот, это еще, скажем так, еще большая проблема. То есть, врачи, медработники и остальное, остальные вопросы. Вот, потом я еще хотел что-то, да, про Болонскую систему. Ну, вот, в принципе, да, какие-то такие основные части. Хотя, и опять же, да, Болонская система, она тоже идеальна вот с этими баллами. А с литературой-то, может быть, да, я, кстати, даже не вполне уверен, что литературу надо сдавать ЕГЭ, или, может быть, даже вообще сдавать, я не знаю, потому что предмет довольно уникальный для школы. Ну, кстати, вот в этом плане я, например, считаю, что такую штуку, ну, как общество знаний, вообще надо отменить. А, кстати, солидарен, потому что все, что там есть, там ужасно. Там надо разбить на предметы поменьше, наверное. Либо, да, потому что это какая-то такая сборная солянка. Ты вот на это так смотришь, и это превращается в какую-то такую хрень. Вот, то есть, и плюс у меня вопросы, у меня даже, ну, вот видео на канале было о том, что нас сейчас очень любят, да, кто как оскорбляет власть. У меня выходило видео о том, как, например, ЕГЭ власть оскорбляет. И это прям реальный был тест, тестовое задание. Типа Менделеев придумывает таблицу, ну, свою периодическую систему. Это, собственно говоря, пример какой деятельности. И там художественный, интеллектуальный или политический. Там еще четвертый был какой-то вариант. У меня вопрос, а в какой момент у нас, собственно говоря, интеллектуальная деятельность стала отличной от политической. Вот, или интеллектуальная. Я бы даже более добавил, потому что творческая здесь тоже, ну, как бы, могут быть совмещены вполне тоже относительно, да. Да, и вот эти вот вопросы, то есть, их очень странно, и иногда вот, ну, то есть, реально начинаешь вот в какой-то повпадать ступор. И я, кстати, думаю, что отчасти, может быть, у меня ЕГЭ было написано хуже, например, чем Олимпиада, потому что я вот это вот... То есть, я сразу думаю, так, здесь может быть вот этот, и вот этот вот вариант. И для Олимпиады это прокатывало, для ЕГЭ это не прокатывает. И там вот эти вот учебники, я не знаю, насколько ты читал вообще учебники по обществознанию. Читал, это моё учение. Отдельное развлечение дополнительное. Вот. Особенно раздел там по философии, там что-то по теории познания, там всегда можно посмеяться хорошо, там бродлага классно. Оно же каким-то просто вот написано нечеловеческим языком. То есть, если что-то вот можно читать, то это учебники для вуза. То есть, там есть какие-нибудь учебники по истории, например, вот где написано для вуза, вот их можно брать. То есть, те, которые для школы, они вот каким-то вот просто непонятным языком, и вроде как типа специально для детей, вот, превращается это в какую-то вот. Поэтому я вообще за то, чтобы, да, может быть как-то литературу... Ну, литература, по-моему, очень особенный вообще сам по себе предмет, и мне кажется вообще парадоксальным. Вот ЕГЭ по литературе в чате пишут по литературе очень сложный ЕГЭ, он реально очень сложный, там запоминать какие-то отдельные факты из книг, это вообще какая-то, ну, по-моему, мега-шизофрения, потому что тебе нравится просто читать книжки, но ты любишь читать много книг, тебе это интересно. Ну, по-хорошему ты просто не запоминаешь все нюансы, сколько там, где там пятно там у собаки, там у Муму, или еще что-то вот такое. Тебе просто обычно, ну, вот запоминаешь конвой этого произведения, этого общую идею, там что-то осмысляешь, какие-то собственные идеи по этому поводу у тебя. Но ты не запоминаешь такие частности, и в этом плане вообще парадоксальная штука ЕГЭ по литературе, на мой взгляд. Ну, да, действительно. С другой стороны, я не понимаю, как литературу еще и можно, в принципе, даже оценивать, потому что тоже предмет довольно сложный, даже с точки зрения такой учительской оценки, ну, вот как бы тоже, тоже довольно сложно. Но вот литературу я бы здесь просто отметил, как некое такое вот, ну, странный предмет, как вот предмет особенный, предмет исключительный, в том плане, что он совершенно отличается от этого. Оценивать, я думаю, оценивать можно. То есть, условно говоря, внутреннюю творческую работу школьника или студента. А она носит, ну, вот такую оценку будет носить скорее тогда, ну, такой субъективный характер, и в этом плане... Субъективный, да, а это... Ее можно вообще убрать, в общем, за счет, не за счет. Короче, тут такая еще есть, на самом деле, проблема, потому что я еще тоже для себя понял, что несубъективных преподавателей, к сожалению, нет. Да. Ну, относительно обыска, там, то, что людей шмонают, давление, ну, я бы здесь, например, просто жаловался бы не столько на ЕГЭ, сколько на то, что их просто шмонают, потому что, ну, блин, меня в свое время, ну, нет, не особо. Хотя вроде бы слежка была, везде были установлены камеры, выходить в туалет было особо нельзя. Ну, с другой стороны, я относительно пофигистом был в то время, я даже не особо думал, что я классно сдам ЕГЭ, хотя я нормально сдал, да, ну, все-таки я как бы был относительно нейтрально, что ли, настроен, вот. Многим студентам, наверное, от этого, может быть, действительно довольно тяжелее психологически, довольно сложно, может быть, с этим смириться. Да, с этим надо что-то, наверное, сделать. Потому что, ну, как бы, да, у вас, перед вами не преступники, ну, то есть это тоже надо понимать. А с другой стороны, вдруг списывать начнут, тогда будет нечестно. Опять же, как показывает моя практика, если им надо будет списать? Во-вторых, это, во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не понимаю, как они, ну, будут все списывать. Окей, хорошо. Ну, я помню, у меня знакомые, в общем-то, люди из школы есть, они мне рассказывают, как они вот такими фантастическими способами они списывают на ЕГЭ, там, в определенный момент надо отпроситься в туалет, и там где-то спрятана эта шпаргалка вообще в самых недрах одежды, там где-то в туалете, там только ее можно развернуть. Это называется в недрах одежды, это еще хорошо. Да, можно и в теле спрятать. Нет, а, ну, самая классика жанра, это эти, микрофоны в уши, и репетитор читает вот это вот все, то есть... Ну, это еще в мои времена было, когда в университете кто-то что-то сдавал, такая тема. Да, и вот это, ну, тут, конечно, вопросов, на самом деле, опять же, когда мы принимали тогда ДВИ в МГУ, и тут, значит, там, ну, как бы есть время, когда... Ну, то есть, я сейчас могу ошибиться, но там было, типа, 40 минут. Сейчас, может быть, там другие правила, я могу чуть-чуть ошибиться, там, условно говоря, там экзамен идет 3 часа, ну, плюс-минус. Вот, и 40 минут там нельзя выходить, потом... Можете, можете выходить, потом 40 минут до конца экзамена уже выходить нельзя. И вот эти вот, когда там, значит, вот эти вот 40 минут ровно вышли, а там в, я не знаю, человек 300, наверное, сидело, и 150 сразу же ломанулись в туалет. Это было тогда, то есть... И мы тогда, потому что нас к этому реально никто не готовил. Вот. И мы тогда прям бегали, то есть, чтобы поодиночке одного выпустить, другого запустить, там же нельзя сразу 150 человек выпустить в туалет. Вот. Просто моченедержание просто у всех пошло. Вот. И это прям... Ну, понятное дело, что они там все пытались писать, но, опять же, с другой стороны, я, честно говоря, не совсем представляю, как это вот... Прямо все можно там списать. Один вопрос прям вот реально, который ты там забыл, посмотри. Ну, мне кажется, какая-то вот с гуманитарными я это, честно, ну, себе не особо... Ну, потому что, да, более развернутые ответы надо давать в целом. Да и на самом деле с какими-нибудь естественными науками тоже еще меньше понятно, потому что там в основном какие-нибудь задачки будут, ну, какая-нибудь физика, математика, вам просто задачки потекут, а пойти списать задачку в туалете невозможно практически, поэтому тут тоже такое. Контента много. Как ни странно, по Хайдегеру. У нас русские очень любят немцев, и Хайдегера в особенности, как ни странно. Кстати, есть тут такая очень странная тема, на которую я наткнулся, что очень большое количество хороших изданий, ну, например, которые Конт, например, Авинариус и так далее, это просто репринтные издания. На 1901 год до сих этим вообще реально никто не занимается. То есть я сейчас просто, ну, вот делая свою программу «Философское мнение», я обращаюсь, ну, не только там к комментаторам последующим, но еще прямо реально к первоисточникам, что переведено. И когда, например, допустим, Николу Абаньяну я делал передачу, я увидел, сколько у него книг не переведено на русский язык. То есть у нас, на самом деле, ну, скажем так, очень большие реально проколы по многим вот этим вот вещам. Ну, тут проблема, по-моему, еще и Советского Союза тоже была, по той причине, что мы не очень любили переводить кого-то, кроме Маркса, по большей части, просто потому что у нас полный набор тамов Маркса переведен был, а вот других философов, особенно аналитических, кстати, мы по большей части игнорировали. У нас просто классики аналитической философии вообще почти нет. В лучшем случае статья какая-нибудь там фрегги переведен, может быть, уж там статья небольшая, смысл, значение, чего ее не перевести. В общем, еще какие-нибудь небольшие материалы переведены были еще вот в Советский Союз плюс-минус, да, вот так вот. Многие основные просто даже персонали вообще не затронуты в наших переводах, это грустно, действительно. Многие немецкие мыслители не переведены, тоже грустно. Например, Файнхингер, вот, философия как если бы, тоже такой фундаментальный труд для своего времени, но у нас его переводить не так давно начали, и то вроде бы я видел, как это любитель переводил. В Советском Союзе не перевели известного автора, тоже немецкого. Ну, у нас с переводом было очень плохо, на мой взгляд. Из Советского Союза до сих пор осталась просто традиция, так получилось, к сожалению. Ну, мне кажется, мы наоборот стремимся сейчас к лучшему, тоже в переводах. Просто потому что у нас есть что переводить, и люди переводят, стараются. И Слаттердайк там перевели нормально, и много чего еще перевели. Ну, то есть Слаттердайк достаточно современные мыслители, современных философов более-менее пытаются сейчас что-то переводить. Есть заинтересованные люди, к счастью, которые этим занимаются, и на этот раз им цензура не мешает, что прекрасно. Переводи не хочу, в общем. Сейчас посмотрим, насколько цензура никому не будет мешать. Ну, надеюсь, она не будет такой сильной, как была. Так вот, тут еще было сказано, что натаскивание на тесты, это негативно мы к этому относимся непосредственно, и что творческая компонента отсутствует. Но я бы заметил, что, в принципе, в обычном образовании, обычного, нормального, здорового, среднестатистического школьника в советской системе, творческая компонента преимущественно тоже отсутствовала. Ну, и, соответственно, разницы особо даже, наверное, нет. Просто разные формы сдачи, и все. Мне казалось, что она была, потому что, если мы, допустим, даже возьмем советское образование 60-е годы, то там действительно было очень сильное отношение к эссе, к эссеистике, к литературе. Ну, тут, опять же, нюанс, что вы, короче, пытаетесь в гуманитарные дисциплины пойти, а... Ну, только я за свое, за родное. Мне просто кажется, что это достаточно логично, потому что, опять же, каких бы я сейчас не попридумывал бы, условно говоря, форм, потому что я, кстати, вижу, вот некоторые преподаватели, они даже пытаются сделать какую-то вот типа модно, ярко, молодежно, типа тесты и так далее, получается такая хрень, то есть типа пройди там тест, и вот типа он такой яркий, молодежный и так далее, я такой смотрю, а мы с кем вообще имеем дело, то есть это как бы для первоклассников вот до пятого класса, хорошо, до девятого класса это вот прокатывает окей. Вот дальше, после, ну, хорошо, да, в университете уже надо все-таки более взрослые формы работы, то есть как мне кажется, классические. Не вот эти вот танцы с бубнами мы сейчас вас сейчас здесь развлечем, мы тут как бы существуем не для того... То есть я ему энтертеймент не обязан предоставлять никакой, вот, потому что это все-таки, как мне кажется, должны быть все-таки более взрослые, уже более осознанные формы работы и так далее. А то, что касается школы, и когда я вижу, например, вот эти вот все истории про вот это, ой, а я сейчас вот придумала здесь программу, там такая, да, там, помню, в одном из вузов, в котором она преподавала, там была такая прекрасная тетенька, немножко пополноватая, кстати, молодая, ну, относительно молодая, вот, и вот у нее, вот, как у нас плохо, причем она преподавала культуру речи, вот, она говорит, как, она говорит, я им дала разбирать текст про Великую Отечественную войну, про Советский Союз, это так классно и замечательно, и так хорошо, вот, и вот все должны теперь это делать. Я, конечно, не стал высказываться по этой тематике, вот, но, как бы, это, это, как бы, немножко к слову, и вот она, как раз, вот эти вот, типа, развлекательные игры, то есть, вот, мне кажется, это какого-то одного порядка. Причем, к студируемому, опять же, у меня тоже такой акцент, потому что ряд специальностей вообще не могут быть нештудируемыми. Если мы можем с вами, там, с филологами вместе, с какими-то там философами собраться и устроить прекрасную, там, я не знаю, нашу гуманитарную плюс-минус оргию, хотя философия не считаю гуманитарной дисциплиной, она просто очень довольно странная и может отвечать не только на гуманитарные вопросы, конечно, да, но это уже так, мы просто снимем. При этом философия довольно свободная дисциплина, да и филология тоже. Если мы здесь можем, в общем-то, нашу вот такую гуманитарную большую оргию интересную устроить, и потом в состоянии после оргии, как у Бодрияровой, прийти, то, например, где-нибудь в медицинских специальностях, например, и вообще в практических, технических, и в том числе в какой-то даже теоретической физике, где куча математики и много считать надо, да и в математике вообще, штудируемое образование, оно просто необходимо, особенно на начальных этапах, и учить придется много, учиться придется многому, нарабатывать навыки придется очень многие конкретные, потому что если философии мы, у нас довольно выборочная может быть наработка навыков, так скажем, у нас на философских факультетах не всегда учатся люди, которые, например, языки знают, которые неплохо было бы знать, я, например, не знаю, и многие вообще ребята тоже, и даже в СПБГУ, и даже там в МГУ, наверное. С другой стороны, там, я не знаю, вообще весь, весь как бы набор философских методик вообще, в принципе, тоже освоить, наверное, ну это из где-то фантастики, наверное, где-то там будет, вообще знать всю методологию от и до, там и логику формальную, там и диалектику хорошо же делать, там, не знаю, и гермонеттику, и вообще по всем, короче, методам пройтись, и во всем этом разбираться тоже, наверное, было бы крайне трудно, и поэтому мы, философы, можем себе, например, позволить свободно, там, пописать эссе, творчество, там, я вот разбираюсь в этой теме, а преподаватели у меня в вузе могут даже вообще в этой теме не разбираться, потому что они этой темой никогда не интересовались, там, вот у нас преподаватели, этот по канту больше, этот больше, там, не знаю, по аналитическим философам, а я так вообще по Киркигору, допустим, очень-очень его люблю, да, то в нормальном образовании, ну, в нормальном смысле, в типичном образовании, штудируемость, ну, вот эта штудируемость, она очень важна, и без нее вообще никак не обойтись, и скорее мы будем оценивать специалиста по плюс-минус объективным каким-то критериям, типа тестов или четких вопросов, и оценивать его реальные умения, ну, может хирург вообще провести операцию, или человек умрет в процессе, да, мы можем попытаться это сделать, то у философов мы в принципе этого не можем сделать, и поэтому вообще вопрос, да, об оценке у нас, конечно, тоже усложняется и субъективизируется одновременно, но вот когда к обычному образованию мы относимся, прежде всего, там, к естественному, математическому и прочему, вот что мы здесь будем делать, ведь мы как можем продолжать говорить о том, что там философы, филологи, там, вот эти, нам свобода, нужно творчество, так другим-то ребятам дашь свободу творчества, они там начнут себе, я не знаю, воду заряжать на медицинских факультетах, а медики те еще фантазеры, на самом деле я замечу, что всякие технари-медики, они очень, очень подвержены всяким разным идеям, особенно всякого такого неожиданно мистического характера, вот очень часто бывает, если какие-нибудь естественники, которые прям вот нормальные естественники, они обычно более-менее такие, я не знаю, атеисты-агностики, что-нибудь такое, то ничего такого сверхъестественного нет, то вот у медиков часто бывает, срывает крышечку, у них там и веды начинают появляться, они очень открыты к разным таким идеям, в том числе даже медицинским бывает, околомедицинским, так что я здесь на самом деле не знаю. Я могу сказать, что у нас еще федеральный закон о здравоохранении играет, здесь тоже достаточно интересную роль, потому что, например, по-моему, если я не ошибаюсь, это статья 50-я федерального закона о здравоохранении, которая гласит о том, что, могу с номером статьи перепутать, но у нас есть статья о народной медицине, то есть в федеральном законе о здравоохранении есть статья о народной медицине. И что там? А там оно очень криво сформулировано, что и серия «Народная медицина», она вообще должна быть. Что это... Опять же, не люблю работать, когда у меня нет текста перед глазами. Поэтому там... Сейчас давайте я открою. Это вопрос, что откуда могут расти ноги. Нет, мне просто на самом деле кажется, что основная проблема заключается прежде всего в том, что... Ну, какие-нибудь люди, которые естественные науки теоретически исследуют, они прежде всего акцентируют внимание на научную методологию и теории всевозможные, как их составлять и как это делать. И там нет ничего про метафизическое. А вот медики и вообще технари часто не понимают, чем ученые занимаются, сами по себе именно такие есть теоретики. И поэтому они вполне так все могут всякого там напридумывать, насовмещать с наукой. Да, я все правильно помню, мне не подводят статья 50-я. Являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относятся оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов. Прекрасно. Вот, это реально... Ладно, я не буду уже придираться. А вот, ну в общем, ситуация на самом деле... То есть, если... И опять же, даже я в принципе... Как я для себя вижу образование, то есть, например, тех же самых врачей, медсестер и прочих, я просто скажу, что полгода я почти этим медсестрам преподавал. Откуда я федеральный закон-то оздоровал? Ну да. Вот. Собственно говоря, оттуда. Значит, вот эта вот вся история, она еще будет связана с тем, что им все равно, опять же, как я думаю, вот этого философского... Во время обучения, философского образования должно даваться творчество. То есть, условно говоря, это должна быть компонента, то есть, понятное дело, что творчески вырывать зубы, ну это вот как бы будет сложновато. Да, но тот нюанс, опять же, заключается в том, что философия это, ну, буквально один предмет из многих, но там, допустим... Нет, ну почему у них есть литература, у них есть общество знаний... И это чаще всего непрофильные предметы такого вот вторичного характера, которым они даже плохо... Все равно, вот я что думаю, что вот на как раз вот этих вот предметах и должно даваться вот это творчество, потому что, ну, а где вы дальше себе еще позволите творчество? И, более того, через некоторое время, опять же, да, философия для меня, как видится, она должна служить некоторым инструментарием просто для того, чтобы ты понимал, вот эта вот информация, собственно говоря, хрень полнейшая. То есть, условно говоря, отсеивать, как некоторые критерии внутренние, потому что вот такого объективного отсеивателя информации, ну, придумать вряд ли можно. То есть, ну, конечно, можно навязать там, придумать. Но внутренние, условно говоря, выработать инструментарий. То есть, с чем должен, как мне кажется, студент выходить вот после философии, литературы, например, это с внутренним отсеивателем информации. Вот это вот хорошо, вот это вот, условно говоря, плохо. Вот, и поэтому вот эти вот вещи, я, кстати, сейчас с большим удовольствием, пока есть время, играю во всякие Lego PlayStation игры и слушаю всякие МГУшные лекции по литературе. Вот, и получаю от этого, на самом деле, скажем так, тот бэкграунд, который мне нужен. Вот, то есть, он мне сейчас нужен там для моих каких-то определенных, ну, статьи просто и так далее, которые, опять же, я пока буду писать в стол. Вот. Поэтому вот эти вот все аспекты, они, конечно же, есть. Ну, Дмитрий, я замечу, наверное, самый большой недостаток ваших рассуждений, я его все время это и замечаю, что вы пытаетесь все вот через философию, литературу это пропустить, а это как раз все же исключительные предметы. Вот, то есть, мерить все по философии и литературе было бы крайне странно. Я не предлагаю, я ни в коем случае не предлагаю мерить по ним, но я предлагаю, скажем так, то есть, я акцентируюсь на том, что я знаю. И, как мне кажется, вот это может повлиять на остальные стороны. Вот, то есть, я подхожу просто со своей стороны, гуманитарной сферы. Вот это может быть хорошо. И вот, условно говоря, предложить, потому что, опять же, я думаю, что есть 150 классных преподавателей физики, которые точно так же скажут, вот, может быть, творчество в физике. И вот мы сейчас расскажем, как. Просто проблема в том, что я в физике некомпетентен, в преподавании физики уж тем более, и поэтому, как бы, вот подходить с той стороны, ну, я бы выглядел тогда полным профаном. Я могу сказать, да, что дает философия. Даже краткий, условно говоря, курс философии, я считаю, необходим. Может быть, даже общагу, может, стоит заменить историю философии, где пробежать по всем вот этим вот вещам. И поэтому, так как я за это могу отвечать, я за это могу, в принципе, говорить. Как сделать, скажем так, специалиста на выходе из школы высшего учебного заведения лучше? Потому что тот студент, который хотя бы, вот у него минимально вырабатывается на уровне философии, он уже больше открыт к миру, он уже более внутренне свободен. И он в своей специальности, он уже, ну, скажем так, возможно, он будет лучшим. То есть он будет чуть-чуть уже лучше, чем, скажем так, другие. Вот, поэтому здесь, может быть, такая утопическая немножко модель получается, но мне кажется, как раз ответственность гуманитарной дисциплины, она достаточно велика. Вот, поэтому меня так и перекашивает. Не, ну, просто все же, все же, все же, все же, все же, по стандарту я буду вот эту свою линию топить. Физика, не физика, творчески ее можно преподавать. И вопрос еще, что мы там по творческим будем понимать, конечно, в конечном итоге. Там нам любители математики часто рассказывают, да вы что, мы эти задачи творческими путями там решаем, вы чего, совсем что ли, но везде здесь есть очень строгая, очень последовательная, очень очевидная база, без которой, которую вы преподаете с минимумом творчества, которое, ну, ребенок должен впитать и не, ее как-то вот творчески не окрасить желательно, потому что если он окрасит, появятся разные вариации, отходы, там, какие-то вот такие вещи, которые, ну, все изменят, да, непосредственно, вот в основных вещах, которые нельзя менять. Эти вещи, они важны для данной специализации, допустим. Ну, например, творчески рассуждать о сложении, ну, в смысле, саму структуру сложения творчески изменить. Был такой автор Рыбников, например, он действительно изменил умножение, точнее, творчески так рассмотрел, ну, просто другая операция получилась вообще в целом. Мы тогда Рыбниковых будем получать по итогу, если хотим. Ну, а с другой стороны, вот если я так вот философию, условно говоря, преподаю для тех же медиков, условно говоря... Нет, философию лучше преподавать, я согласен. Вот, то здесь у них будет даже, например, творческий внутренний подход, например, этический. То есть они, условно говоря, поступают этически или они поступают неэтически. Вот, поэтому вот, условно говоря, просто будет добавляться некоторый уровень рефлексии, а может быть, с ней и ответственности. То есть, условно говоря, ты какой-то там программист, там, ты геймдизайнер и так далее. И вот, условно говоря, ты уже знаешь, куда тебе посмотреть. И ту же самую там и физику, и математику. Может быть, опять же, да, там, какой-нибудь мальчик в пятом классе будет очень сильно увлекаться. И преподаватель как раз будет тоже творческий. Он подскажет, там, вот, слушай, вот здесь вот есть хороший язык программирования, там, такой-то. Вот мы сейчас преподаю, я сейчас, условно говоря, да, преподаем на Java, вот это вот. Вот, а давай мы тебе будем на питоне преподавать. Вот. Ну, в смысле, вот посмотри язык питон, может быть, тебе на нем будет более комфортно. Вот, свободу творчества, я имею в виду инструментарий, который мы можем использовать. То есть, даже если та же самая математика... Нет, ну, тут стандартно, еще если мы возвращаемся к началу нашего спора, вообще, если мы просто посмотрим по свободе этой самой, ну, школа не дает широкого инструментария. Даже в лучшие свои времена, наверное, ну, как в лучшие, прогнозируемые лучшие, ну, инструментарий довольно стандартен и в целом ничего. Я думаю, что школа отчасти должна показать этот инструментарий. Тогда... Ну, должна, не должна, но тут мы же, опять же, мы начали с того, что мы сравниваем систему и старую. Старая система была довольно, на мой взгляд, громоздкой. И, например, если мы идем в какой-нибудь... Ну, мне по вузам тоже удобнее ориентироваться просто, ну, более родное, на самом деле, место, и в этом я тоже больше разберусь. Я просто возьму список вопросов по ГОСТам, по философии той же самой, который вот из СССР пришел приблизительно, да? 201 вопрос. Я, будучи кандидатом философских наук, я не на все бы, на самом деле, там ответил. Просто там такой список вопросов для неспециалиста по философии, которому преподавали это полгода и то раз там два в неделю. Там такой список вопросов, что просто обалдеть можно. Ты просто смотришь, такой, например, просто вот. Вот-вот, ГОСТ, советский, прекрасно. Я после этого действительно, кстати, обалдел. Я просто даже тоже, когда тогда, я же тогда занимался философией, да, и вот по философии дали вот этот список из 200 вопросов. Благо преподаватель на халяву все ставил, и, видимо, все ставят на халяву, потому что этот список нереально выучить, будучи не специалистом даже, в принципе. Вот-вот-вот вам СССР, ГОСТы, Системы, там вот эти вот все. Бюрократия, вот тоже все оттуда идет, и оно вот как-то вот так вот. И, честно говоря, не греет тоже такие идеи. ЕГЭ в этом плане, мне кажется, тоже дает некую свободу. Ты тест как бы пишешь, пишешь как хочешь, как надо, пишешь как надо, но творчество у тебя может остаться где-нибудь там внутри, в душе непосредственно. Никто тебе в душу лезть не будет. Тебе просто главное циферки отработать, такая игра небольшая, соответственно. А думать как хочешь уже можешь, что угодно делать. Почти все студенты, когда пишут вот эти самые сочинения по литературе, любовь, надо по любви вот эту там любовь там кого-то где-то из кем-то там, надо это раскрыть вот так-то, 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 чтобы все оценили хорошо, я это знаю. Что я на самом деле думаю по этой теме? Да, мне наплевать на эту тему вообще глубоко там, или не знаю, или наоборот плохо думаю, не так, как напишу, но он думает скорее всего об этой теме как-нибудь. И чаще всего не так, как он напишет. Но при этом он это напишет и напишет правильно, и что самое главное, на самом деле это тоже очень важный навык для образования, на мой взгляд, вырабатывается таким образом это лицемерие, оно вам пригодится в будущем, ребят, очень важная штука. То есть увидите преподавателя, чем лучше вы натренируете лицемерие, тем больше шансов, что в принципе плюс-минус вы сможете подстроиться, адаптироваться как-нибудь. Может быть оно, в общем-то, повезет. Я, честно говоря, редко видел людей, школьников, которые реально буквально рассказывают, не, ну это так и есть, как я напишу в своем сочинении итоговом по литературе. Тут хитро получается обычно, вот хитро-хитро, и люди обыгрывают немножко. Поэтому творческий компонент действительно в тесте ЕГЭ не представлен, но не отменяет творческий компонент за пределами ЕГЭ. Продолжение следует...